и проповедовать одному индивидуально или совместно вот про религию смотрите очень важно приняли вот этот закон защиты честь верующих там только группа там 5000 человек и что такое то есть получается эта группа не управа на человеку а конституции гарантируется что ты сам у меня от своей религии от своего прогресса и справедливости религия вера а я вот не равен у меня даже не возьмут суде иск а этого нарушает права что человек я я не равен человек не равен какой-то организации ну это нарушает конституцию да и вообще здравый смысл так 29 мысли и слова нет не рабочая статья второе пропаганда агитация не допускается знали раз и национально-религиозно ненависти вражду запрещать ганда социального расового национально-религиозно-языкового превосходства ну челик вот что делает вот он же вот этим и занимается а его ему разрешает вот это царь и его приближенные они нарушают конституцию ну я телека не смотрю теперь но они в интернет пролезают тоже расскажу потом об этом в интернете от них освободиться третье никто не может быть принужден к выражению своих мнений убеждения или отказывать них мнений а скажут просто что это вот этот какого социальную ненависть несет и все и вот тебе отказ 4 искать получать передавать производить информацию любым законным способом перечень сведений составляющий государственной тайны определяется федеральным законом не не ой ближе скалы в тайны в тайной стороны не должно быть тайны и не должно какие тайны гарантируется свободно масса информации дозору запрещается хорошо на самом деле этого нет весь телек сми и даже интернет под контролем крышка крах сканомерный статья 30 каждый имеет право на объединение включая право сдать представитель союз для защиты своих интересов вот деятельность общественных объединений гарантируется ничего нельзя на самом деле холопом ничего нельзя второе никто не может быть произведен наступление какое-либо обвинение или пребывание в нем хорошие хорошо но людей принуждают и в союзы бессмысленные и вот в домах уже как будто можешь и не вступать на самом деле несли не вступая что все равно ты обязан там платить вот эту но там есть все-таки обязательные платежи необязательные тоже если про дома потом расскажу хотя фактически спасение нету дохерищи там ни за что платишь и ничего не может доказать такая вот страна просто стирает людей хороших убивает статья 31 граждане собираться мирно без оружия проводить собрания митинги демонстрации шествия пикетирования хорошая статья но она не соблюдается и что и наказание нет никакого за это чинушь чинушу не накажет хотя 32 граждане управление делами страны непосредственно и через представителей через представителей не могут но что ты можешь чинушь что-то сказать ничего выгнать чинушь тоже не можешь непосредственно нет нет работает такое второе граждане имеет право избирать им быть избранными органы ну имеют но избирать столько богачки а также участвовать в референдуме нет нету референдумов нету должны быть каждый день 3 не способны и и местах лишения свободы тоже почему они решаются право выбирать бывают дела поддельные не очень хорошее дело граждане равный доступ о крутая статья 32 4 имеет равный доступ граждане а есть там типа запрос от журналиста там побыстрее срок по 15 дней от депутатский запрос так равные же вот это вот основная прямо одна из основных проблем конституции определитесь люди или вас дурят равные равные никакой какой депутатский запрос нафиг и людям говорят он важнее да да хочу чтобы депутат и что это к чему это приводит тому что все они работает равность значит равный какого-то человека нищего запрос должен быть равен президентскому запросу иначе все бессмысленно но все и бессмысленно 5 граждане имеют право участвовать управление правосудия вот тут ошибка на серьезное то что ты где надо в суд обращаться чтобы что-то защитить такое право должно быть которое невозможно нарушить и тогда все будет зашибись статья 33 граждане лично индивидуальные коллективные обращения хорошо но зачем разделено личные индивидуальные и коллективные чем они отличаются если все равны хватит противоречить хватит дурить специально что ли делаете это 34 использование способности имущества маска не запрещено заказать деньги хорошо ни о чем 2 допускается направлено на монополизацию и недобросовестную конкуренцию этим занимается чинуши и страна сама нарушает основной закон плохо ну дальше 35 право частной собственности охраняется законом да не особо охраняется второе имущество в собственности владеть пользуются и наличные так замет другими лицами хорошо но и любой чинуша поскольку у него больше прав можете отнять и убить третье никто не может быть лишен своей мышцы как по решению суда суд бесполезен совершенно бесполезен у кого больше связей денег не знаю чего там президент тот главней принудительное члене имущества государственных шмот пройдено только при условии предварительно равноценного возмещения возместят тебе одну копейку и умри раб четвертое право наследования гарантируется и долгов саных которые в которые вогнаны рабы статья 36 граждане их обвинения вправе иметь в частной собственности землю 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 хорошо но не 20 метров от рек и озеров но позанимались суки второе владение пользования землей другими природными существа является их собственник свободно если наносит ущерб в крови среде не нарушает прав закон интересных лиц ну 20 лет 20 метров от воды по захватывали суки и ничего не поможет никакой суд потому что с большими правами вот эти вот заправляют третье условие пользования землей определяется на основе федерального закона хорошо я 37 труд свободен с труду выбирать родительные профессию фактически не работает ты выбирать да может что-то простенькая хозяева у тебя уже есть предвидительный труд запрещен в тюрьмах заставляют трудиться да и фактически всех доставляют трудиться как это поправить смотрите мою программу я написал там сначала там все описано это пенсия пожизненная вот это гарантирует тогда что не будет принудительным труда делается элементарно денег предостаточно это 37 пункт 3 право на тут условия когда я безопасность гигиены на вознаграждение дискриминации ниже установки на законы минимального плата труда также право на защиту от безработицы ничего не работает минимальный размер просто мега маленький 8 9 тысяч рублей и в регионах меньше еще дальше как бы от центра там 67 просто крах 4 ждется право на диване которые споры трудовые споры с использованием установленных закона способ разрешения включая право на забастовку ну хорошо до забастовки делайте народ забастовки хотя все равно есть хозяева и это так просто не поменяешь самим надо быть хозяином короче 5 право на отдых работающему по договору продолжительность рабочего времени выходные праздничные дни оплачиваем ежегодный оступ отпуск хорошо хотя 38 интересное детство под защитой государства забота о детях равное право и обязанность родителей трудоспособные дети должны заботиться о интро способных родителей а если как я сказал ну принудительный труд запрещен а если я не не хочу трудиться там не надо ком-то заботиться а труд необязателен противоречия возникает я хочу трудиться что мне нравится но фактически да меня заставляет просто оплачивать говно еду и какие-то коммунальные услуги никчемные в миллиард раз завышенные в чем смысл труда тогда просто купить машину какую-то сраную которые цены тоже завышены просто не дают вот нормальным людям нормально жить просто куски говна должен покупать какие-то кредиты залезать шли в жопу суки сдохните все мразь и эти вот гандоны которые дурят людей проклятие вам мое и стране этой которая нихера не соблюдает права нету равенства прав сволочь ты статья 39 каждому гарантия социальное обеспечение по возрасту нет я сказал по-другому пожизненная пенсия которая гарантирует необязательность труда маленькая конечно да еще болезни инвалидности потеря комминца стали законом лезть не нет если операция понадобится дорогая вот там от 10 тысяч долларов и выше все крышка умирать социальные пенсии социальные пособия ставят законом но они в да в нищенске 100 долларов круто круто жить крутая жизнь рабов поощряются социальное страхование остатки больных фондов обеспечения и благотворительность чё поощряется чё там рот сам себе выживать не выживает умрет просто хотя сороковая равна жилища произвольный режим жилища но только судом слышали уже сто раз хватит повторяться 2 органы власти поощряют жизнь зависит создает условия защищения права на жилища ни о чем третий малоимущим да если представится бесплатно или за доступную плату жилищных фондов ставится законно нормами херня основном жилье старая аварийная ничего не делается в общем рабы есть и хозяева за этого и крах хотя 41 каждый имеет право на охрану здоровья медицинскую помощь нет нищий раб ничего не имеет медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета страховых взносов других поступлений почему бесплатно если страдут за счет 100 раз взносов то есть ты сам плачешь сначала налоги потом идешь хоть бесплатно в жопу ничего нет бесплатного финансируется в программы по укреплению программ принимаются меры у хранить здравоохранения здоровья человека просто слова на деле поликлиника в которой ты сдохнешь 3 закрытие фактов угроз для жизни здоровья деле лечет соответственно сервис законом ну как бы да но на самом деле ну и не скажу что там авария к это важная на с и и ничего суд тебя не защитит статья 42 каждыми право на украинскую среду ставим информацию состояние насыщения ущерба до 5000 получишь когда сдохнешь